приветствую всех на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня поговорим о лучших днях для посева и посадки на рассаду корнеплодных овощей в феврале 2019 года время московское и начнем после 19 февраля когда произойдет супер полнолуние в 18 часов 55 минут в знаке дева луна начнет убывать и убывающая луна это всегда знак того что мы должны выращивать уже посев высевать закладывает на яровизацию на рассаду картофель допустим то это нужно уже делать на убывающей луне и в определенных знаках и так начинается время убывающей луны и посевами посадки корнеплодных овощей первый период для корнеплодных начинается 21 февраля после 18 часов луна войдет в знак весы которые покровительствуют как раз всем корнеплодным овощам но это будет вечернее время и еще после супер полнолуния еще будет ощущаться энергия вот этого космического такого события поэтому я выбрала для себя уже знаю что лучше все таки еще подождать 12 часов и 22 с утра можно начинать посев вот этих прекрасных овощей которые мы хотим получить если есть конечно отапливаемая теплица и условия то можно будет высевать уже и редис и так 22 все 24 часа 23 до 19 часов здесь же я сверяю также это у нас луна есть еще солнечный календарь солнечный календарь как раз 12 солнечный месяц у нас продолжается и будут 21 8 день солнца 22 9 день солнца 23 10 день солнца и эти дни очень хорошие для того чтобы как раз начинать хорошие дела вот 21 будет символ дня благодать переход в новое качество семья в растении 12 солнечный месяц 9 день солнца 22 имеет символ небесный огонь и это день серьезного начала такого ответственного начала любого дела ну и 23 божественные воды это время познания мира и можно это и время познания мира и можно проводить не только обучение но и на практике испытывать свои знания поэтому посев или посадку на рассаду картофеля лучше все-таки проводить днем в дни когда работает и солнце и луна в знаках плодородных и полностью все 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 энергии которые нам нужны наши семена и наши корнеплоды все 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 получат позитивную энергию для того чтобы хорошо расти есть особенность посевом и посадки в период луны в знаке весы вот я хочу об этом сейчас сказать в это время веса нельзя поливать растения это период воздуха растения семена клубни интенсивно интенсивно дышит вода при поливах закрывает поры на семенах на клубнях и без этого дыхания процесс начала проклевывания семени приостанавливается я проводила несколько раз вот такие эксперименты при испытании посева и региса в весах и полива сразу же после посева у меня был вот такой результат 3 часть семян сгнивало те же что взошли были слабыми и почти не дали ожидаемого результата поэтому заранее за два дня до вот этого периода за два дня в знаке дева а это дни корня очень хорошее время нужно хорошо увлажнить почву в которую собираемся сеять а сеять семена можно смело уже в период весов посев заранее увлажненную почву дает отличный результат в этом я уже убеждалась неоднократно поэтому зная вот особенностях этого знака весов я использую вот такой способ посева заранее увлажняю землю ну и пойдем дальше следующий период это убывающая луна в скорпионе 23 после 19 часов 24 все 24 часа и 25 весь световой день в это время нельзя начинать работу вот с картофелем ни в коем случае я уже это испытала если его заложить в рассаду в скорпионе то картофель получается такой водянистый невкусный даже приторный поэтому в скорпионе я не сею даже не морковь не свеклу тем более если это нужно для хранения они не будут вкусными и такие будут внутри в свекле разные рисунки и очень невкусная такая даже цвет тот который обычным бывает для этого сорта или гибрида он совсем другой он какой-то светлый но водянистый получается но в скорпионе вот что можно сеять в скорпионе это скороспелые растения редис этот овощ сформирует сочные корнеплоды вот они нам как раз и надо их мы используем обычно сразу же после сбора урожая так что тут проблемы с долгим хранением редиса и и не будет потому что мы его сразу же и используем и так в скорпионе у нас посевы редиса но обычно в это время уже те кто имеет возможность отапливанные теплицы начинают сеять редис семена редиса вот и очень хорошо для редиса я сделала анализ солнечного календаря здесь тоже будет 10 11 12 день солнца и как раз эти дни очень хорошие они рекомендуют как раз с хорошим настроением заниматься посевами это период пробуждения жизни пробуждение семян и можно использовать для того чтобы получить результат хороший единственное что 23 числа после 19 часов это уже не будет воздействовать 10 день солнца поэтому ничего страшного как раз скорпион даст всю ту энергию которая необходима если вдруг захотите вечером сеять то будет нужное количество энергии для этих семян чтобы получились хорошие сочные корнеплоды редиса но и еще один период он короткий но это супер период мне очень нравится козерог козерог убывающая луна как раз это день корня и это 25 день солнца а он посвящен пробуждению созидательного энергий поэтому 28 февраля можно использовать для посева редиса моркови для посева как раз свеклы ранних сортов для того чтобы посеять уже семена можно сеять корневого сельдерей он очень долго сходит также можно закладывать на яровизацию и на рассаду картофель ранних сортов в этот период если вот эти процессы сделать начать процесс именно роста яровизации закладки на рассаду картофеля то именно в этот период картофель получается особенно вкусным таком таким ароматным рассыпчатым в общем все свойства картофеля будут как раз в знаке козерог раскрыты в полной мере и так мы говорили о лучших днях для корнеплодных овощей в феврале 2019 года их не сильно много но они есть и как раз это больше идет период уже вторая половина февраля месяца уже дело близится к весне все ближе и ближе поэтому уже можно если есть на то условия обогреваемые теплицы еще какие-то хорошие постройки где можно выращивать вот все эти прекрасные очень вкусные корнеплодные овощи можно это дело уже начинать желаю вам удачи хороших дружных всходов и хорошего отменного урожая всего вам доброго желает раиса горяченко и вся вся моя прекрасная семья которая также участвует в этом деле всего самого доброго удачи